Самарская энергия Самарская команда Александр Кузнецов и Дмитрий Додуревич на двоих сумели заработать лишь 23 очка. Мы отдали игру, наверное, сразу, потому что, наверное, не собрались как-то. Ребята испугались, видимо, такого соперника. Не хватило опыта и игры в защите. К сожалению, пока мы не можем играть против такой команды, против организованной игры, не можем играть в защите хорошо. Поэтому такой результат. Второй поединок Самарская команда начала более уверенно. Она выиграла даже первую четверть и вторую сыграла на равных с лидером чемпионата страны. Много моментов, которыми я недоволен. И, скажем так, в первой половине вышли, наверное, нерасслабленные, но сыграли в любом случае медленнее, чем должны играть. И, соответственно, за счет этого, получается, очень быстро нахватали фолов. Катастрофа настигла самарских баскетболистов в третьем периоде. Энергии сил не хватило, и московские академики убежали вперед на 22 очка. Финальный свисток зафиксировал вторую победу гостей в 81-52. Мы понимали, что они просто так не отдадут нам эту победу, нам нужно было бороться. И они выиграли первую четверть, нас это завело. И, естественно, мы хотели выиграть побольше, чтобы показать, что наш уровень гораздо больше, чем мы. Первую половину выполняли то, что я их просил, то, что они думали о своих действиях, как играть в защите, как играть в нападении. Мы справлялись. Как только чуть-чуть увеличилась скорость, прежде всего, команды соперников, они начали быстрее передвигаться. Мы перестали думать. После 16-ти матчей энергия сам ГТУ занимает в турнирной таблице студенческой лиги 12-е место. Лидер – команда МГУ. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.